Всем привет, короче. Сегодня мы отправляемся в тревел-тур. Сегодня я буду вам рассказывать про свой тревел-тур. Я сейчас нахожусь в Ленинском вокзале. Народу дожжу. Грузик, все-таки, блин, субботы и дождь. Как всегда, дождь. Сейчас я жду свой поезд. Ладно, Ладожское озеро. Сегодня будем тусить на Ладожском озере. Проверим камеру, как она работает в таких экстремальных условиях. Будем, короче, с палатками там. Почему я говорю мы? Потому что я еще буду ждать своих напарников по этому экстрим-туру. Мы встретим их в электричке. Мне еще долго ждать, еще минут 20, я приехал заранее. Ну и, конечно же, дождь, как всегда, пасмурно, холодно. Ну, конечно же, мы за неделю собирались, все нормально было, да? Конечно, давайте дождь устроим в этот же день, да, нормально. А завтра уже, кстати, нормальная погода будет. Ну, конечно, в этот же день надо же сделать все. Как через жопу. Кручь, табло. Наш поезд. 60, 58, 19. 11. Хеджливый подлиж, я ждем. Короче, вокзал. Ну, все, короче, Ладожское озеро. Нам подали поезд на 8-й поезд. Сейчас мы отправимся. Так, все хорошо, дождя нету. Держи кончится, вот я на платформе. Нужно жду вот здесь наш поезд. Ждем нас. Санкт-Петербург написано. Сейчас вот, нормально. Сейчас поедем. Можно пока поснимать голубей. Чу-ти-ри-пти-ри. Чу-ти-ри-пти-ри-пти-ри. Чу-ти-ри-пти-ри. Чу-ти-ри-пти-ри. Может, плюет. Как он плюет, посмотрите. Мне нечего дать голубям. Я буду снимать голубень. Посмотрите на его клюв. Грязный. Грязная клювка. Так, вот он едет. Я хотел заснять, вот он едет. Да, я люблю поезда. Я люблю поезда. Короче, погнали. Сейчас надо будет в первый вагон. Мы встречаемся в первом вагоне. Короче, я сел в поезд. Все нормально. Ждем пацанов. Ага, вот эти ребята. Мы сегодня с этими пацанами едем тревел-тур. Так, присесть. Это наш проводник. Бортпроводник. Добрый день, пожалуйста. Приготовили билеты на проверку. Вот же билетик, мой билетик. Ну что, встретили пацанов, можно теперь и чаек попить. Я взял с собой чаек. И шоколадочку. Я подготовился, не то что пацаны. Я продумал этот маршрут за неделю. Романтика электрички. Тетка подает вам. Тетка подает вам. Так, все. Тетка подает вам. Наклейки. Детики. Сикри Вконтакте. Подает. Итак, мы, короче, приехали. На Лозыжеское озеро. Но тут что-то фигачит. Отдеваешься? На. Идеальный баланс. Все, погнали. Ну что, всем привет. Мы дошли до места, которое мы хотели. Я взял зонтик, чтобы снимать и быть под зонтом. Вот так, чтобы камера была под зонтом. Но я могу вот так сделать. Но тут не совсем безлюдное место. К сожалению, тут люди ходят. Голыми не походишь. Вон девчонки какие-то пришли. Нет, вот же они, мы их слышим и даже видим. О боже, они тоже пришли с нами. Нельзя их потусить. Так. Конечно, Сила, это все потому, что ты известный блогер. Это Антон. Расскажем об этом. Дольфик Продукшн. Это Ладожское озеро. Дольфик такой моросящий, мерзкий такой. Но ничего, я думаю, мы справимся. Тут оставили, кто-то оставил вот такой пленки, такой навес. Кто-то пил гараги. Сейчас, пацаны, будем очищать, очищать это место от мусора, подготавливаться. Ну что, мы собрали палатку и расставили палатку. Надеюсь, я правильно ее поставил? Хрен его знает. Какие-то веревки, я так и не понял, куда эти веревки девать. Вот у него нормальная палатка, она сразу разложилась и все. Она, видимо, дороже стоит. Какие-то крепления. А это Антон. Давайте возьмем у него интервью. Ну что, как тебе поход? Что, ты стака показываешь, да? Он так раньше показывал. Это классика, это знать надо. Реструкт. Я читал, кстати, книжку. Ты читал книжку? Ну, многих не на что. Реструкт читал? Реструкт, блядь, скул камеру отсюда. Ты что делаешь? Я мы смотрим. Чем еще заниматься на природе? Отлично. Все клево вроде. Довольно клево. Вода такая мутная. Как-то разрисовал камешки. Не знаю, кто это разрисовал. В принципе, неплохо. Дождь уже почти кончилась там. Пара капелек так капает. Сейчас этой кучей будем делать нормальное место для костра. Пацаны ушли за дровами. Антон несет бревно. Что, где добыча? Вон, две деревьевки. Ну вот, короче, подготовили это дерьмо. Сейчас мы сюда сваливать. Бревна. Ну что, мир запилит дерево. А ты использовал эту? Блин, надо было снять, как ты используешь. А она говеная, так что там, окуда, нечего. Что она говеная? Говеная, она застревает, она пилится только вокруг. И не выгрызается нормально в дерево. Так что я куплю лучковую. Это х**я. Понятно. Так что мой отзыв на... На там, где ты лежишь. Говно не берите. Говно не берите. Кила джигли. Кила туристическая, степная, ну ручная. Щепки летят. Плюс она пахминская. Как и твоя душа. И твоя мамка. Такие все дрова. Такие все дрова. Такие все дрова. Че погнали кассира разводить Английские спички Горят под водой Берешь огонь, разводишь Весь секрет Ну, мне как бы сейчас влом на самом деле С огневым возиться и прочим говном Ну нахера, если есть спички Дрова, которые тут же стоят, чтобы высохли Потому что это говно сырое А еще носки можно разместить И сами про различные, наверное, плохо было Ща плеснуем Так Да Так, кто там плавает? Девчонки Эй, девчонки, привет! Давайте к нам! Вас как раз двое! Нас тоже двое! А, нет! Ну ладно, Антон, у тебя жена, ладно. Тобой ладно, ты потерпишь. Одни плывут к нам. По волнам. Ой, еще девчонка плела. Ой, я вижу их лагерь. Отлично. Кто-то с голыми ногами, что ли? Или это такая еду? Мученик со скосром. Ну, естественно, когда был дождь, ваши комментарии. Почему вы такие даже прожелательные? Мерзан нормальный пацан, а ты как ссыч. Классная ссора ссыч. Делаем импровизированный мангал. Или что это? Ну, типа да. Да вот это вот, наверное, сейчас я его порвлю. Да не ходи, не ходи, сейчас. Сильтруем воду. Не знаю, как получится, какая получится вода. Нормальный урок получится. Ну и вообще, как и покептим. Прокип-копепим. Что-то огонь не хочет разгораться, папа. Надеюсь, у меня камера не сдохнет. Не бой. У-у-у-у! Это не берет. А я телефон в костер уронил, кстати. Пока он еще... Что-то все пошло не по плану. Не, все он, по-моему, протухнет. Ладно, давайте чай, бутер еще покреем. Значит, по-моему, это уже град. Слушай, возможно. Что ты смотришь на меня? Я, блядь, знал, Пьянок сказал, что дождь кончится. Нас наеб... Я лежал, Пьянок сказал, что дождь будет целый день, я, блядь. Я говорил, что он кончится. Я уже, это, бесконечный. Хочу чаю, у меня сидр есть. Поедем, короче, ко мне. Пьем чаек. Поедим нормально. Да, нам еще полицы, две грудки, картошка, грибы. Так, ребята, мы возвращаемся обратно. Потому что, пипец, мы попали под жесткий ливень. Все было хорошо, мы разожгли костер, положили мясо. И вдруг начался жуткий ливень. Вообще, жесткий ливень. Да, когда мы шли, нормально было, где-то можно было. А тут нас так заливать начало, что я аж охреневал. Меня какое-то дерьмо укусило, я его раздугал. Короче, мы едем домой и будем жарить мясо на сковородке. Так, всем привет, и мы находимся у Мерзы дома. Блин, посерьезно, не жарить. И мы продолжаем наш пикник. Мы решили продолжить наш пикник. Наши тревел-путешествия у Мерзы дома. И пожарите в духовке и на сковороде. Ребята, сорян, что такое дерьмо получилось. Ладно, в следующей серии будет сухпайок. Мы будем дегустировать его. А если это видео берет 10 лайков? Е-е-е, пикник. У-у-у. На природе хорошо. Так светло, так свежо, так хорошо. На балкон выйдет. Е-е, мясо на огне. Итак, мы пробуем шашлык с грибами. Мы пробуем шашлык с грибами. Энпризированный стол. Сейчас мы близим. О-о-о. О-о-о, да-о. О-о-о, да-о-о. Мясо. У меня есть ножи-вилку. Ммм, грибы. Какие они влажные. Такое сухое мясо. И такие влажные грибы. Ложка, вилка, нож. Плам, пластиковый. Ну да. Берем ложка, вилка, нож. Не тапай. Ммм. Осторожно. Ммм. Прям как на костре. Шашлык. А давайте поиграем в горячую картошку. Давай, кидай, мерзай. У-у, картошка на костре. Ну что, давайте. Горячая картошка. Прямо из этого. С костра. Из углей. Разожгли костер. Нам его потушили. Мы настроились уже. Давайте посмотрим. Да, да, да. Попутнем. Все. Я думаю, что я знаю, но походу я не знаю. На почте я ничего не должен забирать, тем более на гражданке. Странно. На какой-нибудь гражданке. Дай-ка, картошка. Ну что, вот мы и сходили. Все, подписывайся, оценивай. Как тебе это видео? Надеюсь, ты не разочарался, так же, как и мы. Увидимся в следующем видео, как мы будем дегустировать суппоек. Все, пока. Нет, нет, ты первую камеру клади. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.